Из-за очередного резкого роста курса биткоина, а напомню, что один биткоин сегодня стоит около 1 миллиона рублей, о майнинге стали говорить даже по телевизору. Конечно, сами майнеры мало заинтересованы в такой рекламе, но раз о майнинге криптовалют говорят все, кому не лень, то почему бы и мне не вставить свои 5 копеек. Итак, предлагаю вашему вниманию топ-5 товаров для майнинга и не только, которые вы обязаны купить в 2018 году. Я не буду говорить конкретно о комплектующих, так как, например, те же производители материнских плат уже давно прочухали эту тему и стали предлагать специальные версии для майнинга, отличающиеся огромным количеством слотов PCI-Express. Сегодня в продаже можно встретить и таких монстров. 19 PCI-Express слотов, а значит на одной материнской плате можно собрать мини-ферму аж на 19 видеокарт. Хотя, насколько я знаю, на данный момент есть ограничения по 8 видеокарт на производители NVIDIA и AMD, но совсем скоро выйдут новые драйвера, в которых это ограничение будет снято. Не так давно подтянулись и производители видеокарт, и вот на рынке можно встретить специальные версии популярных видеокарт для майнинга. У них нет видеовыходов, а также нет разъемов для SLI, так что для игр такие модели совершенно не подходят. Зато по заверениям производителей цена у них аж на 30% ниже, а значит и срока окупаемости меньше. Итак, переходим непосредственно к ТОП-5. И первое, что я настоятельно рекомендую приобрести, это качественный блок питания с сертификатом 80+. Конечно, в идеале это должен быть титаниум или платинум, но и голд и сильвер при относительно небольшой цене позволяют получить КПД на уровне 85-90%, в то время как у блоков питания без сертификатов КПД ниже 80%. Каждый майнер знает, что вопрос энергопотребления встает особенно остро, стоит только задуматься о расширении. Чем мощнее ферма, тем больше она потребляет. А блоки питания с высоким КПД, во-первых, позволяют сэкономить на электричестве, а значит при том же потреблении электроэнергии можно собрать более мощную ферму. Во-вторых, надежно защитят компоненты от непредвиденных ситуаций, так как у дорогих качественных блоков питания есть защита от всего на свете. Перенапряжение, перегрузки, высоких и низких выходных напряжений и так далее. Недавно я тестировал блок питания от ZALMAN новой серии с сертификатом 80+, платинум. Ссылочка будет в описании. В тесте вы можете убедиться, что хоть и дорогой, но качественный блок питания, во-первых, будет экономить вам деньги, а во-вторых, будет надежным защитником для ваших комплектующих. А когда в системе установлено несколько видеокарт общей стоимостью свыше 100 тысяч рублей, я думаю 5-10 тысяч рублей будет не такой уж существенной доплатой за качественный и надежный блок питания. И не отходя от темы электропитания, сразу переходим ко второй позиции. Для контроля энергопотребления я могу посоветовать купить вам вот такой вот интересный приборчик. Это бытовой ваттметр. Он продается в разных исполнениях, и встраиваемый в корпус, и на один рейку, но мне кажется более всего удобен вот такой вот вариант, вставляемый прямо в розетку. С его помощью можно замерять потребляемую мощность электроприборов. И для майнинга это особенно важно, так как от выбранного алгоритма зависит энергопотребление, а значит и расходы на оплату электричества, и расходы на охлаждение. Многие майнеры знают, что если зимой с охлаждением особых проблем нет, то вот летом несколько киловатт выделяемого тепла может стать большой проблемой, и потому переключают ферму на добычу более холодных монет, то есть те, которые меньше нагружают видеокарты. За цену в 400-600 рублей майнер получит прибор для контроля за расходом электроэнергии, а значит сможет лично измерять выгодность майнинга конкретных монет с учетом расхода электроэнергии. Единственным недостатком я могу назвать невысокую максимальную замеряемую мощность. Обычно это 10-20 ампер, то есть 2-5 киловатта. Вот конкретно мое устройство на 16 ампер, то есть на 3-6 киловатта. Но этого вполне достаточно для замера потребления одной фермы, а больше в принципе не нужно. С другой стороны, при невысокой стоимости можно купить по одному приборчику для каждой фермы. Ссылочки на такие устройства ищите в описании. Третье устройство это роутер с резервированием. Если ваш провайдер периодически грешит проблемами с доступом к интернету, что в свою очередь приводит к простой ферме, а значит и потере денег, то настоятельно рекомендую позаботиться о резервном канале выхода в интернет и соответствующем роутере. Это может быть, например, 3G, 4G свисток, вводнутый в USB-порт роутера. Главное, чтобы роутер умел переключаться на мобильный интернет в случае пропадания интернета проводного. В большинстве своем майнинг не требует 100-мегабитного канала, да и трафика генерируется не так много, так что симка с каким-нибудь простеньким тарифом на 5-10 гигабайт позволит избежать простоя на случай резкого пропадания канала основного провайдера. Еще один вариант это провести несколько провайдеров проводного интернета, подключить их к роутеру, имеющему несколько WAN-портов. Причем не стоит пугаться, есть реально недорогие устройства ценой в 3-5 тысяч рублей. Например, TP-Link 480T+, поддерживающий до 4 WAN-портов, то есть в него можно подключить 4 независимых канала в интернет от разных провайдеров. Причем поддерживаются разные варианты работы, как одновременно использование всех каналов, так и режим автоматического переключения между ними в случае пропадания доступа в интернет. Так что если не хочется терять ни минуты майнинга из-за проблем у провайдера, делайте резервный канал, хотя бы на 3G-свистке. Это будет всякое лучше, чем простой фирмы в несколько часов из-за отсутствия выхода в интернет. Четвертый девайс, о котором я обязан упомянуть, это Watchdog. Это маленькое устройство, подключаемое к компьютеру по USB и отслеживающее его работу на предмет зависаний. Как только компьютер зависнет, Watchdog сам перезагрузит компьютер и восстановит тем самым добычу криптовалют. Конечно, у хорошего майнера фермы никогда не зависают и не сбоят, но и на старуху бывает проруха, особенно если майнер экспериментирует с разгоном или новыми программами для майнинга. А ферма находится далеко от него, и ехать, чтобы перезагрузить один компьютер, непозволительная роскошь. Маленькое компактное устройство при цене в 1000 рублей позволит не беспокоиться о непредвиденных зависаниях, что опять же позволит сэкономить время и деньги за счет минимизации простое оборудование. Для этих же целей можно использовать и пятый девайс из моего ТОП-5. Это внешнее реле, управляемое по USB. На самом деле сценариев использования у этого девайса гораздо больше. Есть модели на 1, 2, 4 и даже 8 реле, а цена стартует практически со 100 рублей. Управление осуществляется через специальную программу. Такое устройство можно использовать для перезагрузки другого компьютера. Достаточно замыкать с помощью реле кнопку «Резет». Также можно управлять питанием внешних электроприборов, будь то освещение, вентиляторы или системы кондиционирования. Единственное, не забывайте про ограничения по коммутируемой нагрузке, которая в большинстве случаев составляет 10 А, то есть около 2 кВт. Хотя если поменять реле на более мощные, например, твердотельные, то можно коммутировать и более мощную нагрузку. Ссылочки на все это опять же ищите в описании. На этом все. Надеюсь, мой первый топ-5 вам понравился и самое главное оказался полезным. Если хотите больше таких топов, пишите в комментариях темы для новых выпусков. С нетерпением жду ваших лайков и подписок на канал. Меня по-прежнему зовут Максим, вы смотрели хвп.ру. Всем пока!